всем привет привет мои хорошие мои любимые друзья готовлю завтрак ашкэм покажу что я приготовила прекрасного вам субботнего настроения дай бог вам счастья здоровья и долгих лет жизни друзья мои сегодня я хочу пойти с ашкэмом на новый пляж вы давно там не были вместе со мной позавтракает он и мы отправимся в путь сегодня на завтрак я ему пожарила буреки знаете как их легко делать вот такие вот продаются специальной треугольной формы в турции уже листы и заворачиваешь них сыр и ваш завтрак готов правда надо много масла жарить их эти какая красота яички мед грузинский помидоры зеленые кстати которые я покупаю они потом у меня краснеют зеленые помидоры вы спрашивали ну а для себя и нам было тут смотрите фруктов полно на море возьмем и я сейчас поем друзья мои я как партизан сижу на своем балконе и вот смотрю запахло обедом мои соседи как кушают вот видите там мужчины она там и женщина то есть то есть многие сидят на полу многие сидят за столом вот так они кушают еще у кого-то там больше ничего такого интересного нет а то бы засняла вам видите как они все это обед происходит у нас не получается обедать мы недавно позавтракали и ужин а увидите у людей вот они наверно рано вставить 7 8 конечно они успеваете покушать и все там вот тоже сидит сосед увидела там женщина убирает такой у меня наблюдательный пункт ну а они сидят на полу приятное им аппетита ну а мы сейчас собираемся пойти на море я пока вон сижу возле компьютера своего смотрю новости какие у меня покажу вам зашла сегодня в свой кабинет а у меня вот снова смотрите 460 листей ожиданий завтра он будет у меня в ресурсах вот друзья мои соединяйтесь к моему бизнесу вы тоже будет смотрите у меня сейчас только там 20 50 а вот мои заработки вот это вот мои вознаграждения эти друзья мои вот так вот я зарабатываю вот вот листаю все пошли собираться на море светлана ханым идет с андером на моречке как он друзья мои сделала я сегодня вот такую среднюю прическу говорит ты меня пугаешь и знаете что говорят что надо дули скрутить не тогда не сглазят как вы думаете я всегда когда ухожу дули кучу все выключаюсь чалма такая получилась на голове кассынка была полотка и решила сделать вот так вот по-новому сама плела 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 во время ученых никак вас не учу и научу как делать ее обязательно научу все не так прохладно в общем не знаю куда идем мы покажу я вам потом проходит мимо вил посмотрите а янус парк виллеры какие виллочки а вы видите красота то какая давай кто здесь живет таких виллах мы сашка и мам живем сейчас покажу вам с той стороны сколько их пока чтанашки вилла вар видите это район мизители по-моему еще какое красивое сочетание да цветов в генвилле это наверное а это видно детский сад мини тахиллер частный такая площадка игровая красиво мы идем в те сады идем познаем сашки вам этот район вот куда мы пришли более такое многолюдное место вот туда мы ходили на текий пляж вот сашки вам куда пришли кафешки все закрыты здесь были раньше такие бунгалы красивые соломеные сейчас вот так сделали все убрали а без и лир добираться в тюра час друзья мои мы скупали сашки вам такой кайф посмотрите мы пришли туда сначала а там тень от дома и мы переехали сюда сашки вам я столько всего взяла с собой и дизодор зеркало там все разные принадлежности свои он говорит на несколько дней говорит можно и смен белье сменное а он говорит несколько дней здесь останется черешни семечки сейчас будем кушать щелкать у меня сегодня водостойкая тушь я ныряла она у меня не размазалась я зашла в своей чалмяшкой мне кричит что забыла 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 надела новый купальник он ничего не заметил ничего не заметил но знаете что тащил меня туда где никого нет видите куда привел никого нету будем загорать и отдыхать и наслаждаться жизнью я выключила интернет чтобы не мой мозг отдохнул вот эти дома закрыли нам все солнце посмотрите там впереди солнце и там тоже солнце в плохом месте мы со школом даже видите какой не сильно загрязненный но тепленький такой песочек тут дома находится прямо возле моря я бы здесь не захотела жить почему объясню вам зимой здесь и дует и волны доходят до самого дома наверху летом хорошо а зимой здесь тем более посреди там дорога кажется что живут люди Турция Версия Ашкин я хотела вот доплыть до Буйков мне Ашкин не дал видите Буйов там испугался где он вот оранжевый такой не разрешил мне потому что он сам далеко не плавает без него я более рискую уже хочет домой идти но я и поспать успела где отдых сижу там и сплю здесь раньше помню когда мы поженились ну мы быстро за неделю собрали документы и пришли и когда принесли думали наверное еще недели две ждать надо очереди Ашкин спрашивает когда у нас будет бракосочетание они сказали а завтра вас устраивает а мы говорим а как завтра ну завтра если хотите ну в принципе его устраивало потому что им нужно было заканчиваться его отпуск и если бы мы не поженились то ему нужно было возвращаться на работу а так 10 дней ему дали а у нас вообще ничего не было готово ни платье я вообще была черт знает в каком состоянии потому что убирала квартиру такую два года там женская рука не прикасалась к ней и мы пошли искали помню у меня свадебное платье а я думала он по обычный костюм он мне купит а оказывается он свадебное платье по салонам таскали потом вот нашли салон красоты чтобы не маникюр сделали шлак тогда красиво сделали очень русскоязычная девочка замужем здесь и она открыла свой салон очень хороший и все в попыхах и туфли и нижнее белье как обычно и это было вообще мы вечером только вернулись с города и на следующий день у нас было вот бракосочетание но что хочу сказать здесь рядом находится когда нам сказали что у вас бракосочетание ашкин мы привел здесь были такие красивые бунгало и мы здесь помню так мне понравилось я же только знакомилась с Мерсином и мы здесь так красиво выпили кофе еще помню фотографировались а сейчас в том году тоже были бунгало а сейчас их убрали видите зонтики обыкновенные в общем такие воспоминания у меня связаны с этим местом что ашка меня зовет уже будем одеваться и идти топать до дома до хаты собираемся из Чалмы иду черт знает что у меня на голове сколько людей на набережной в кафе сидят люди персонал маска в перчатках как мы ходим с Ашкин я шла сзади вон говорит где ты число ашка не нравится ашка ашка бейвенедина в городе ашка ашка бейвенедина ашка ха ашка не нравится ашка ашка Эрдем Денис Лиммэ. Здесь сидят, чай пьют, кофе, биджи-биджи кушают. Знаете, что такое биджи-биджи? Кусочки льда с фруктами. Понадобили меденюшка. Проходим мимо садов. Посмотрите, я вам покажу, как растет гранат. Вот на таких деревьях. Столько их здесь, а напротив куруза. Но там в теплицах я не знаю, что. Насколько богатка Турция. Красота, не так ли? Красиво так. Вкусные гранаты. Здесь и виноград. А там Помполиус, или Помполиус? Старинный город Помполиус. Это место вы уже, наверное, выучили наизусть. Но красиво. Вот мы пришли домой. Парк наш. Пенсионеры сидят. Хлебушек взяли. Я себе хочу так сделать. Знаете, что? Лаваш завернуть в огурец, помидор, сыр. И это съесть. Больше ничего не хочется. Ашка, мы сейчас приготовили ужин. Сегодня с утра здесь работали весь день. Посмотрите, поломали вот этот мост, чтобы трактор сюда ездил. Уже сделали так ровным все. Девочка смотрит кадр, хочет попасть. Люблю этот мостик. У нас телевизор кричит, душ приняли. Быстро приготовила, быстрый ужин. А идею мне подала. Одна блогерша из Турции, Мария. Ее блог называется «Мария Туркей». У нее замечательная семья. Муж-повар, маленькая Мелечка. Привет, Мария, тебе. Очень тебя обожаю. Просто нет времени физически смотреть каждый день. Но стараюсь просматривать много видео, потому что мне интересно, как ты живешь. Вообще ты очень замечательный человек, хорошая девочка. Такая с чувством юмора, ответственная. Такая вся позитивная. И я приготовила меномен по рецепту твоего мужа. Сейчас покажу, что получилось. Такой меномен. Мен-э-мен. Это сюда, значит, яичница по-турецки. Очень любят мужчины. Сюда входит болгарский перец, помидоры и яйца. И все, и чеснок, и пряности. И все. Ну вот, плов подогрела. Салатик сделала. Такой легкий ужин у нас сегодня. Приятного аппетита. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата. И Эндер Ата. Видимый дырчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok